Николай Семенович Лесков был молодым чиновником. Литературой как таковой он не занимался и ничего примечательного из себя не представлял, как несложно догадаться, обычный чиновник коих в империи масса, проработав сам довольно-таки недолго, он отправился в отпуск в Киев на два месяца, там служил его дядя, и он попросил перевода по службе в киевскую губернию. Этот перевод ему одобрили, он получил место в казенной палате. И надо признать, что Николай Семенович мог бы сделать хорошую карьеру, будучи чиновником, он уже был губернским чиновником и стал начальником через 7 лет беспорочной службы. Но, по собственному разумению, службу казенную он оставил в 60-х годах. Дело в том, что тогда многие молодые люди восприняли на ура идею о том, чтобы служить в различного рода фирмах, конторах. И он, опять же, воспользовался помощью родственника. А муж тетки по фамилии Скотт совместно со своим приятением Вилькинсом открыли фирму коммерческую. И в этой фирме он некоторое время и работал. По воспоминаниям самого Лескова, этот период дал ему массу впечатлений, каких-то литературных зарисовок, которые он использовал в будущем. Потому что он много разъезжал по работе. Фирма торговала всеми, чем только могла. И поэтому у него была масса подрядчиков, клиентов. И Лесков много путешествовал. Вообще же, в литературу он зашел уже в достаточно зрелом возрасте. В 26 лет он начинал как публицист и автор газетных статей. Печатался он, например, в Северной Печеле. Там он напечатал в 62-м году знаменитую статью о пожарах. Чем она знаменита? Тем, что резонанс от этой статьи дошел аж до самого императора Александра Второго. Дело в том, что в этой статье не очень лестно отозвался Николай Семенович о пожарных командах. Что все-таки, пребывая на место пожара, они должны действовать, а не лицезреть вместе с обывателями. Ну и обывателям, кстати, досталось то же, что люди могли бы из христианского человеколюбия помогать погорельцам, а не просто стоять, открыв рот, смотреть, как выгорает то или иное здание. После чего он отправился в командировку от редакции Северной Печелы. Попутешествовал по Европе, что тоже способствовало его всестороннему развитию. Как ни трудно догадаться, не имея аттестата в гимназитическом образовании, он не мог поступить в университет. Но зато в Киеве он просто ходил вольным слушателем на некоторые лекции. Он очень увлекался иконописью. Вообще в тот период жизни, 60-е, начало 1860-х, он, скажем так, стоял на реакционных позициях, за что его многие из современников и литераторов не любили. Но он очень язвительно и тонко шутил над популярным тогда движением нигилизма, революции. Он все это высмеивал и наоборот произносил простой народ, в принципе, из которого он сам и вышел. Сам Николай Семенович вспоминал, что я народную жизнь знаю не по рассказам ямщиков. Например, рассказ Юдоль о голоде в России с 40-х годов. Это, по большому счету, детские воспоминания самого Лескова. Тогда он находился в Орловской губернии и все видел своими глазами. И это было сильное детское впечатление для Николая Семеновича. Первые произведения, такие как «Житиядные бабы на ножах», они вообще имели форму сказа. Это такая литературная манера подражания фольклору. И Лесков здесь как раз-таки простой народ, народ-труженик, народ, который, может быть, недостаточно образован, но весьма смекалист, противставлял как раз-таки нигилизму, нигилистам. Но стоит признать и отметить отдельно, что с течением времени поменялось литературное убеждение и вообще мировоззрение Лескова. То есть он отошел в некотором роде от классического православия и христианства, которое освещал в своих произведениях. Здесь наш с вами земляк, знаменитый и великий Олег Николаевич Толстой, приложил, так скажем, руку. Дело в том, что на смену высмеивания нигилизма Лесков уже позже, в 1870-80-х, в своих произведениях высмеивал не только чиновников, он сам был чиновником, он хорошо знал систему изнутри, что называется, но и современное ему духовенство. Что, конечно же, не могло не нравиться цензорам по понятным причинам. И многие произведения Николая Семеновича не то что не были дописаны, они просто до нас не дошли, потому что тогда они не были напечатаны из-за цензуры, а целых черновиков, многих произведений его не сохранилось. Еще что интересно, Николай Семенович Лесков, когда близко познакомился с Львовом Николаевичем, они тесно дружили и друг друга очень уважали, он стал сторонником вегетарианства, и даже поспособствовал тому, чтобы в Российской империи была издана ни много ни мало поваренная книга для вегетарианства. Он сам написал к ней вступительную статью и много над этим работал. Вообще же сам Лесков, как я уже говорил, в литературу пришел достаточно поздно, в зрелом возрасте, и не искал он для себя какой-то слабый, он сам об этом писал в дневниках, и, конечно, его расстраивало то, что его режет цензура, и многие его произведения так целиком и не вышли в свет, но он сам вспоминал, что я не пытаюсь кому-то понравиться, я стал слишком остер, слишком сатиричен, и сам Николай Семенович писал, что я понимаю, почему мои произведения не печатаются. К тому же, вот эти вот резкие смены направления, сначала он высмеивал нигилистов, чем мне нравилось, в демократической части интеллигенции, потом он стал из резкого реакционера, наоборот, поборником и высмеивателем всех неприглядных сторон жизни, и уже поэтому у него были проблемы с цензурой и вообще властями. Именно из-за своей литературной деятельности ему пришлось покинуть, например, место чиновника в Министерстве просвещения. Но, несмотря на это, Николай Семенович Резков оставил большое литературное наследие после себя, и я прочитаю вам отрывок из произведения «Однодум». Глава 1. В старствовании Екатерины II у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жил это семейство в Солегаличе, уездном городе Комстромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю князя Гагарина, значится 7 каменных церквей, 2 духовные и одно светское училище, 7 фабрикозаводов, 37 лавок, 3 трактира, 2 питейных дома и 3665 жителей обоевого пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары. Кроме того, значится довольно деятельная торговля известью и дегтем. В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы. Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил метко травчатый герой нашего рассказа Алексашка или впоследствии Александр Афанасьевич Рыжов по уличному прозванию Однодум. Родители Алексашки имели собственный дом, один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но однако дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано. Приказный умер всколе после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, ничего не стоил. Но вдова приказчика сама дорого стоила. Она была из тех русских женщин, которая в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Простая, здравая, трезвомыслящая, русская женщина, с силой в теле, с отвагой в душе и с нежной способностью любить горячо и верно. Когда она вдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней, как кое-кто, заслали свах. Но она отклоняла новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкой, а по постным с кашей и горохом. Что ж, если вы хотите продолжить чтение рассказа «Однодум», приходите к нам в библиотеку. Всего доброго и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok